И лапки тоже, и пальчики тоже согнуты. И там, только-только у свежерожденного ребенка, между пальцами, еще сохранилась влага из амниотических отнутри у трубы. И этот запах тоже его успокаивает. От подготовки к беременности до родов и первых дней жизни малыша. Школа мам Одинцовского роддома открывает свои двери по средам для всех желающих. Но это занятие уникальное, говорит психолог. Присутствует будущий папа. Я бы хотела, чтобы именно пары ходили готовиться, потому что семья ждет ребенка, а не только мама. И именно семья будет заботиться. Она будет создавать деревню привязанности для малыша. Это значит, что каждый должен быть готов и знать о том, какие есть нюансы у малышей и о том, как восстанавливается женщина после родов. Кажется, школа мам только для тех, кому предстоит родить впервые. Вероника готова доказать обратное. Совсем скоро она станет мамой в третий раз. Старших детей рожала здесь же, в Одинцовском роддоме. Не захотела ехать в другой, приехала опять сюда же. Очень мне нравится, чистенький. И заведующий, и все врачи, и весь персонал, и медсестры. Все нравится здесь. Иначе бы третий раз сюда не пришла. А вот Любовь Юркевич уже родила. Девочка появилась на свет в Одинцовском роддоме 31 января. Молодая мама здесь уже во второй раз. Все новое, современное. И меня намного больше еще потрясло после родового отделения. То есть нас не оставляли, можно сказать, вообще ни на минуту. Постоянно приходили врачи, это детские педиатры. Смотрели, слушали полностью все у ребенка. Индивидуальные родзалы, постоянный контроль медицинского персонала и новейшее оборудование. Одинцовский роддом оказывает помощь по современным стандартам. Вот, например, кровать-трансформер раскладывается легким движением руки-акушерки. Преимущество этой кровати тем, что не надо с обычной кровати переходить на рахмановскую кровать, та, которая у нас всегда раньше была. А здесь кровать именно сразу два в одном. Полежала женщина и на этом же месте, в этом же моменте ее раскладом на роды. Из родзала новорожденные, которые нуждаются в медицинской помощи, в специальном кювезе отправляются в отделение реанимации. Этот кювез создает определенную температуру, влажность. Также в нем встроен аппарат ИВЛ, с помощью которого действительно ребенок получает респираторную поддержку на протяжении всего периода транспортировки. В отделении реанимации новорожденных шесть мест. Здесь выхаживают тех, кто родился на 22 неделе и позже. Но даже в таких сложных случаях маму и малыша не разлучают. У нас организовано регулярное посещение мам. Они приходят нам по возможности каждые 2,5-3 часа для того, чтобы принести заветное молозиво. Мама сцеживает это молозиво и мы сразу даем эти первые капельки ребеночку, потому что это очень важно. Это вырабатывает защитный иммунитет, это минимальное трофическое питание, которое должен получать каждый малыш. А это кровать Сатурн, гордость отделения патологии новорожденных. Такие есть только в двух перинатальных центрах региона и в Одинцовском роддоме. Если положить сюда малыша, здесь вот такие включаются, вот они уже видны, микро-микро фибриллярные движения. То есть смысл в чем, что новорожденным деткам массаж делать нельзя, его можно делать только с месяца. А вот здесь вот такой микро, как бы сказать, массаж, который нам очень помогает. Впрочем, любая мама может увидеть своими глазами оборудование Одинцовского роддома и познакомиться с его сотрудниками. Дни открытых дверей в медучреждении проводятся еженедельно, но по предварительной записи. Евгения Августина, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова